Всем привет! Наконец пришло время! Глобальный запуск лучшей мобильной игры был анонсирован официальными источниками. Думаю вы догадались, речь о Black Desert Mobile, о которой я расскажу в этом видео и познакомлю вас с проектом. А для начала я хотел бы напомнить, что для более подробной информации, новостей и общения с сообществом вы можете зайти на нашу базу знаний, соцсети и дискорд. Все это вы можете найти в описании под видео. Игра разработана компанией PerlaBiz из Южной Кореи, основанной в 2010 году. Она ориентирована только на одну игру, Black Desert Online, которая публикуется уже на всех основных платформах, а это ПК, консоли и мобильные телефоны. Поэтому уже можно наверняка сказать, что нас ожидает серьезный проект. Мобильная версия игры это потрясающий порт с ПК, который извлек все самое лучшее и упростил игру с точки зрения понимания контента, а также сделал ее менее болезненной с точки зрения затрат времени. Это гораздо лучше, по крайней мере для меня, так как я не смог освоиться в ПК версии из-за ее сложности. В этой мобильной игре вы найдете удивительную графику с поддержкой 60 FPS, совершенную систему боя, почти открытый мир с большим количеством контента и замечательную систему автоматизации, которая поможет вам получить больше с меньшими затратами времени. Один из самых популярных вопросов при поиске приличной MMORPG – есть ли открытый мир? Ну, я могу с уверенностью сказать, что да. Правда, с прогрузкой между картами. Все же это мобильный проект. Тем не менее, в нем есть все, чтобы почувствовать свободу действий. Большое количество мест для фарма, свободное ПВП, NPC, сбор, рыбалка и так далее. Территории довольно-таки большие, поэтому вам обязательно понадобится лошадь для исследования мира. И дабы упростить передвижение, вы можете также в любое время телепортироваться бесплатно в любой город, а также в некоторые из территорий, в которых присутствует портал. Но для начала вам нужно будет хотя бы раз побывать в данной территории, чтобы его активировать. В этом большом мире вы сможете делать множество вещей, такие как рыбалка, ловля лошадей, собирательство, изучение скрытых знаний, дружба с мирными жителями и, конечно, селфи. В Black Desert каждая учетная запись обозначена фамилией, и каждый созданный вам персонаж делится многими вещами с другими. В данном случае частные зоны. Это ваша личная территория или ферма, которую вы будете посещать каждый день. Рабочие, лошади, здания, ремесла и работы и многие другие интересные вещи, которые вам предстоит еще открыть. ПВЕ в этой игре в основном состоит из фарма мобов, боссов и подземельев. Все это автоматизировано, так что вы можете отдохнуть от игры, пока ваш персонаж дерется. Но если вы любите делать это вручную, пожалуйста, никто не запрещает. Мировые боссы и некоторые события лучше будут сделаны вручную для лучших результатов и наград. Некоторые территории в более поздних патчах будут иметь режим кошмара, с более жесткими монстрами и лучшими наградами. Будут иметь свободный ПВП. Пока что в игре нету сложных рейдов для групп или гильдий, но надеюсь мы получим их в будущем. Кроме этого всего, также есть гильдийные боссы и мировые боссы открытого мира, которые появляются время от времени. И последняя категория этого видео будет о ПВП. Помните, я говорил о совершенной системе боя? Именно в ПВП она сияет больше всего. Матчи на арене один против одного в реальном времени против реальных людей очень интересны и захватывающие. Если вам нравится ПВП, вы можете просто драться целый день без каких-либо ограничений, получая при этом приятные награды за каждый ранг. Есть ПВП в открытом мире, который доступен только между людьми, которые активируют режим пока. В свободной ПВП также есть в локациях кошмара, о которых я уже упоминал. Из массового ПВП есть ГВГ, война между двумя гильдиями, объявившими друг другу войну, и войны за узел или замок. Массовые ПВП между двумя или более гильдиями за территорию с пушками, слонами, ограми, оборонительными стенами и башнями. Также в более поздних патчах будет добавлена арена 3 на 3, которая в свою очередь больше заточена на тактику, нежели на мордобой, так же как и войны за узел. И на этом у меня все, надеюсь теперь вы знаете немного больше о том, чего ожидать от этой удивительной мобильной игры. Оставайтесь с нами для получения дополнительных руководств и новостей. Не забудьте лайкнуть это видео, оставить комментарий и подписаться. С вами был Смитий, еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok